Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только отличные БУ запчасти, но и мотоциклы с нашим новым брендом «МотоСтронг». Здесь на лучших условиях продаются обслуженные мотоциклы без пробега по СНГ с полным пакетом документов. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Если вы не можете приехать к нам, то мы сделаем видео осмотр мотоцикла и поможем с доставкой в Россию. Сегодня вы узнаете, что даже механические коробки переключения передач от VAG могут быть разочарованием. Итак, встречаем 0.2Q. Сегодня мы поговорим о шестиступенчатой механической коробке переключения передач от концерна VAG. В 2001 году была представлена трансмиссия MQ350 для платформы PQ35 с поперечной установкой двигателя. Эта трансмиссия создана для передачи крутящего момента на переднюю ось, а также на обе оси. Полноприводная версия данной трансмиссии отличается наличием раздаточной коробки, которая прикручена к ней. Трансмиссия MQ350 является трехвальной. У нее один ведущий вал и два ведомых. Это традиционная конструкция для платформ с поперечной установкой двигателя, потому что трансмиссия получается короче по длине. Механизм переключения передач соединен с рычагом тросами, а выжимной подшипник гидравлический. В трансмиссию 0.2Q залито 2,3 литра масла. Оригинальное масло за литр стоит 30 долларов. Уровень масла выставляется по заправочному отверстию. Первая трансмиссия MQ350 имеет обозначение 0.2M и устанавливалась на заряженные автомобили Audi TT первого поколения, а также на заряженные Golf 4, GTI и R32 с моторами 1.8 Turbo и VR6 соответственно. В 2003 году появилась немного измененная трансмиссия под обозначением 0.2Q. Ее устанавливали на автомобили с двигателями 2.0 TDI и 2.0 FSI. Это были Golf и Passat, а также все соплатформенные модели. Волшебным образом у нас на столе появляется коробка 0.2M, которая была установлена на Volkswagen Golf с мотором VR6 в полный привод. Так вот, 0.2Q от 0.2M отличается наличием окошка, через который можно получить доступ для регулировки подшипников входного вала. Также датчик скорости был убран с этой коробки, но в некоторых версиях был добавлен датчик нейтральной передачи для работы системы Start-Stop. Эти трансмиссии имеют много вариантов передаточных чисел для различных автомобилей. Вся информация закодирована в буквенных и цифровых кодах. Например, на корпусе коробки отлита 0.2Q, а здесь выбит код HDU. То есть в идеале надо искать точно такую же коробку с таким же кодом, потому что можно нарваться на более длинную либо короткую коробку. Трансмиссия 0.2Q на автомобилях VAG служит хорошо. Она намного крепче, чем MQ250 под обозначением 0.2S. Но и у этой трансмиссии есть несколько характерных поломок. Например, износ заднего подшипника ведущего вала, то есть заднего радиального подшипника. Эта неприятность происходит при нормальной эксплуатации коробки после пробега в 200 тысяч километров. Сначала появляется гул при снижении скорости на передаче. Гул обычно отчетливо слышен при снижении скорости на третьей передаче. А затем возникают трудности с включением первой и задней передачи. Продлить трансмиссии 0.2Q можно регулировкой подшипника вала. Регулировка производится подбором стопорного кольца. Стопорные кольца продаются комплектом по 7 штук. Кольцо должно сесть свободно и люфт вала должен быть минимальным. Проблема с износом заднего подшипника первичного вала известна и по первоначальной трансмиссии 0.2M. Но здесь регулировка происходит с расплавиванием корпуса и подбором шайб для корректного преднатяга подшипника. То есть появление лючка на коробке 0.2Q значительно упрощает ее обслуживание. Если самое толстое стопорное кольцо не убирает люфт вала, то значит посадочный паз для кольца в задней крышке разбит. Износ крышки происходит из-за того, что внешняя часть подшипника вращается в своей обойме. На исправной трансмиссии подшипник запрессован в заднюю крышку, но в обоих случаях придется либо менять заднюю крышку, либо мастерить ремонтную втулку. Люфт заднего подшипника нагружает передний подшипник и иногда приводит к трению соседних шестерен валов. Примерно с 2008 года инженеры компании VAG усовершенствовали подшипник. На его внешней обойме появилась лыска, то есть спил по хорде, а в опоре выступ. Таким образом подшипник не проворачивается. И вот в таком исполнении трансмиссия 02Q выпускается до сих пор и устанавливается на современные автомобили VAG. МКПП у нас сегодня небольшая и поэтому большого Серегу мы привлекать не будем, а привлечем Серегу поменьше. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Сняли лючок и видим стопорное кольцо. Почему мы разбираем эту трансмиссию? Потому что здесь уже большой и неприличный люфт входного вала. Встречаем! 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 Вот задний подшипник. Он радиальный, то есть на шариках. По его обойме видно, что чрезмерный люфт входного вала привел к износу его обоймы, то есть обойма проворачивалась в корпусе трансмиссии. Есть у трансмиссии 0.2Q и другие характерные неисправности. При быстрой езде, отжигах и быстром переключении передач загибаются и разрушаются вилки переключения передач. Но в нашем случае вилки выглядят хорошо. Также если передачи включаются с хрустом либо не включаются вообще, то это верный признак износа муфт синхронизаторов. Отдельно упомянем о поломках трансмиссии 0.2Q с чипованными двигателями, которые развивают более 350 ньютон-метров крутящего момента. Бывают случаи поломки шестерен четвертой передачи, а также постоянные разгоны с пробуксовками, откровенный отжиг резины приводит к тому, что оси сателлитов перегреваются и привариваются к коробке дифференциала. Эта трансмиссия была снята с автомобиля Golf Plus и поэтому признаков насильственного износа в ней нет. Но присутствует характерный износ обоймы заднего подшипника входного вала. Здесь неприличное количество стружки на магните и как результат износ всех остальных роликов подшипников. А вообще, чтобы не столкнуться с вот этим безобразием, надо при любом удобном случае, если вы услышите гул, снять лючок и подобрать правильное стопорное кольцо. Ну что, разборка закончена и сегодня мы разобрали трансмиссию, которая выпускается с 2000-х годов и по сей день устанавливается на автомобиле концерна VAG. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».